Иван Соловьев любезно согласился рассказать работу, которую мы просили еще летом рассказать. А сейчас Ваня подготовил слайды, так, чтобы их немного, но я попросил специально подробно рассказать, что за эффект, и вообще, говоря, это небольшое введение, как всегда, в нашей жизни. Прошу. Добрый день. Собственно, я сегодня хотел бы рассказать про наши недавние эксперименты по фотонному эфо, а именно про спинозависимое фотонное эфо по тонкой пантовой яме Инди Галя Аштейникова и Галя Аштейниковича. Данная работа была проведена в коллективе с Юлией Капитоном Елена Анатольевна Югова. Разработала теорию. Юрий Петрович Кимов, Руссав Альдердий Шторц и Сергей Алексеевич Висеев предоставили образец. А Сергей Владимирович Полтавцев является руководителем нашего направления в Петербург и моим лучшим руководителем. Ну, вначале я расскажу, почему мы занимаемся этим исследованием. Вкратце объясню суть четырехумного смешения и фотонного эфо. Дальше приведу оригинальную экспериментальную часть и сравню результаты, полученные нашим комплексным методом, с экспериментом классическим, который используется для изучения спинной динамики. В кругуровняках это бомбровки и распрощения. Ну, четырехумного смешения и фотонный эфо – это нелинейный оптический эффект. Нелинейные эффекты наблюдаются в средах, в которых подплекс системы зависит нелинейным образом от возбуждающего электромонитного поля. Ну, и принято раскладывать поляризацию среды по степеням электромонитного поля. А коэффициенты хи отвечают за степень нелинейности исследуемой среды. Ну, вот, например, коэффициент хи-1 отвечает за линейный отплик, то есть вглощение, отражение, структура. Хи-2 отвечает за такой эффект от генерации второй гармоники. А хи-3, в частности, отвечает за четырехполоновое смешение. Ну, и фотонный. Как правило, хи-1 много больше, чем хи-2, а хи-3 много меньше, чем хи-2. Но в довольно интенсивных полях эти эффекты стоит учитывать, и они, собственно, наблюдаются экспериментарно. Ну, как я сказал, четырехполоновое смешение – это нелинейный эффект, связанный с наличием хи-3, и он проявляется следующим образом. При возбуждении нелинейной среды тремя оптическими переграммонентными волнами возникает нелинейный эффектный отклик, направление которого не совпадает ни с направлением ни одной из возбуждающих волн. Ну, и схематически это показано в этом рисунке. Мы занимаемся именно специфическим, так называемым, вырожденным четырехполоновым смешением, в котором, во-первых, все три волны имеют одну и ту же несущую оптическую частоту, и в качестве третьей волны выступает вторая. То есть происходит некая такая самодифракция. Ну, и волновый вектор четырехполонового смешения определяется линейной комбинацией волновых векторов падающего света. Ну, в частности, одно из направлений – это 2К2-К1. Оно не совпадает из К1-К2, поэтому его можно фильтровать пространственно от остальных волн. В случае, если вы исследуете систему с большим неодорожным расширением, то четырехполоновое смешение представляется в виде атомного рака. Такие нелинейные эффекты интересны как с фундаментальной точки зрения, исследование нелинейных свойств фактических средств, так и, можно сказать, с прикладной точки зрения. Ну, вот наиболее интересные последние результаты, полученные в нашей группе, это, например, эксперименты по полиметрическим зависимостям фотонного эха. Ну, я не буду вдаваться в подробности, просто скажу, в том, что измеряя полиметрические зависимости сигнала фотонного эха от какого-то ансамбля, вы можете определить его энергетическую структуру. То есть вы можете, грубо говоря, отличить трион от эксидона. То есть вы смотрите сигнал фотонного эха… То есть не энергетическую структуру, а природную состояние? Нет, ну… Энергетическую структуру надо, чтобы только энергии есть. Нет, ну вы… Имеется в виду в том смысле, что вы можете отличить у вас… Трион от эксидона? Энергетическую схему, например. То есть трёхуровная система, да? Либо это у вас, например, две независимые системы, как это случается с трионом. Ну, то есть… Тут вы не сможете отличить, например, трион от лионолиз? На самом деле, это действительно терминологическая какая-то структура не имеющая. Трион или донолиз? Ну, в этом смысле, да. Ну, часто возникает такой вопрос. Вы посмотрите спектр, и здесь, например, какая-то неизвестная структура, что это такое? Я два слова буквально скажу, что лет, наверное, тридцать назад, когда понятие «трион» появилось, там, значит, ну, люди это обсуждали, ну, и говорилось, ну, это же просто-напросто примесли. В каком-то смысле это действительно так. Вот. Ну, если добавить к этим нелийному эффекту ещё и возбуждение с помощью внешнего магнитного хоря, то можно получить принципиально новые способы управления, то есть способы конкретного контроля вашей системы. Ну, например, было показано, что в случае приложения поперечного магнитного поля к системе треонов можно получить сигнал фотонного эха на временах наносекундного масштаба, в то время как само время жизни треонных состояний составляет десятки эпикосекунд. То есть в сто раз короче, чем временная сторона вы можете наблюдать сигнал фотонного эха. Вот. Ну, то есть вот. Поэтому мы, собственно, этим не знаем. А, ну, эксперимент был показан на треонной системе, а для эксидонной системы была также уже разработана теория, но не было экспериментального подтверждения. Потому что, ну, так получилось, что в тех системах, на которых мы рассматривали, оксидоны обычно имели короткое время T2, и поэтому мы реализовываем еще на конкурике. Ну, для того, чтобы объяснить само фотонное эхо, его вообще удобно объяснять с помощью сфер-блоков, так называемых. Но для того, чтобы их объяснить, нужно ввести некую квантово-механическую кухню. Ну, самый простой случай — это когда мы просто осматриваем двухуровневую систему. Что такое двухуровневая система? Ну, это идеализированный такой двухуровневый атом, в котором есть только раз возбужденное, и основное возбужденное состояние. Реальную систему можно в некоторых случаях рассматривать раз двухуровневую, если есть два спектрально выделенных каких-то уровня, между которыми разрешен оптический переход. Ну, и рассмотрим взаимодействие такой двухуровневой системы с электролагнитной валмой, частота которой соответствует оптическому переходу между нулевыми и первым уровнями. Можно записать гаминтерниан такой системы. Он будет как гаминтерниан невозбужденной системой и возмущение в виде филалитного поля к дипольным приближениям. Далее, такой гаминтерниан, матрицу этого гаминтерниара, можно записать, я просто это не буду сейчас показывать, можно записать в виде набора линейной комбинации матриц Паули, которые означаются как сигма. Там будет единичная матрица и матрица Паули. И дальше, если записать этих матриц Паули в уравнение Гайзенберга, то можно получить некую систему дифференциальных уравнений на, собственно, эти матрицы операторы Паули. И они будут образовывать, называемую, систему оптических уравнений блоков. И можно показать, что вот эта задача сводится просто к задаче вращения некого вектора, который называется псевдоспин, на единичной сфере, которая называется сферой блоков. То есть всё взаимодействие вашего света с какой-то системой приводится просто к вращению некого вектора на этой сфере. Ну, на этой сфере вертикально ось соответствует разнице населённости основного возбуждённого состояния, а в горизонтальной плоскости оправдывается от поляризации среды. Ну, если система у вас находится в основном состоянии, то, соответственно, у вас просто есть, соответственно, один вектор направленный строго в вертикальную ось. Реально всегда имеется дело с каким-то ансамблем двухуровневых систем, и, как правило, эти системы испытывают неоднородное уширение. Это означает, что в наборе ваших двухуровневых систем будет различная частота перехода. Но это просто соответствует тому, что у вас будет некий набор векторов с немного разным поведением. Сейчас я его объясню. Взаимодействие со светом осуществляется следующим образом. Если вы возбудите систему неким импульсом с определённой длительностью, амплитудой, и вы знаете лично дипольного момента перехода, то вы можете почитать некую физическую листину, как площадь импульса. Так вот, если эта площадь импульса равна и пополам, например, то ваша система просто превратнётся на этот угол в вертикальной плоскости. То есть у вас происходит при возбуждении импульсом пивополам происходит поворот векторов на горизонтальную плоскость. Это означает, что у вас система сейчас находится в суперпозициях и основным возбуждённым состояниям. И в начальный момент времени, когда вы возбудили все свои выходные из системы, они все находятся в пазике. После этого они начинают осцеллировать, и, как я сказал, ввиду неодородного ширения, каждая из этих двух уровней систем индивидуально осцеллирует на своей частоте, близкой к некой центральной частоте омигранной организации. Это приводит к тому, что в течение времени ваши вектора на сфере плохо начинают расплываться. Средний — это соответствует центральной частоте. Те, которые опережают, они начинают разъезжаться сюда. Те, которые запаздывают, перебеждаются в обратную сторону. И ввиду этого неодородного ширения у вас за время Т2 со звездой все эти вектора распределяются уже по горизонтальной плоскости. Макроскопическая полиграция, определяемая суммой этих векторов, она будет просто нулевая. Таким образом, в реальных системах вы бы не смогли наблюдать этот эффект. Но если приложить еще один оптический импульс, площадь которого равна π, он перевернет все эти вектора на 180 градусов. А дальше динамика сохраняется. Те, которые шли против часовой, они так и продолжают эти против часовой отвелки, а те, которые под часовой отвелки шли, они продолжают эти против часовой отвелки. И это можно понять, что через время равной задержки между первым и троим импульсом все эти вектора снова сойдутся только уже в противоположенном направлении. И вы получите макроскопическую ненулевую поляризацию. Собственно, это и есть эффект потонного ряда. Ну, то есть здесь он схематически зависит. То есть вы вынуждаете первым импульсом систему, потом у вас происходит депозировка за время T1-2 между двумя импульсами. Далее рефокусирующий импульс. И за точно такое же время T1-2 воспроизводит обратная синхронизация и возникает сигнал потонного ряда. В ременной профиле ширина от этого гаусяна, она определяется величиной неоднородного уширения. Чем больше неоднородного уширения, тем короче будет во времени профиль потонного ряда. Вы сказали, если вернуться к картинкам, которые вы рисовали, вот это вот размытие, это возникает из-за неоднородного уширения? Только так. Вот тогда странно, что потом мы их и неоднородного уширения. Когда вот они размазали за счет неоднородного уширения, потом вы перевернули и они собрались все вместе. А почему тогда неоднородного уширения им оказывалось? Нет, ну вот у вас как бы в этот момент у вас мокроскопическая поляризация не нулевая, но какая-то малая. Потом, когда они становятся ближе друг к другу, она становится все больше, 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 а дальше потом они обратно все опять. А, то есть потом еще раз это происходит? Да, да, и собственно у вас… А, вот так, то есть это вот идет сбор, а потом снова разбирается? Рангимизируем. Ну, экспериментальная установка реализована у нас здесь в Китергофе, в кафедре фотоники, на базе реостата замкнутого цикла с СФ-проводящими магнитами. Собственная установка позволяет нам измерять сигнал потонного эхо с секундным временным разрешением в полях до 7 Тесла, ну, реально там, до 6 Тесла. В качестве образца использовалась одиночная тонкая квантовая яма Индика Арсений, как говорили Арсений, но с маленьким содержанием, с малым содержанием Индия. Образец был выращен на установке тоже у нас с присутствием темпельного фотоника. Здесь приведена очень упрощенная схема реальной установки, то есть мы ее возбуждаем двумя импульсами с заданной поляризацией, и смотрим конгрейентный отпуск направлений 2К2-К1 от струкла в геометрии на отражение. Мы используем синхронное детектирование для того, чтобы увеличить чувствительность нашей установки. Собственно, для этого используется некий опорный, еще дополнительный импульс, и детектируется величина кросс-корреляции между опорным импульсом и самим сигналом. Да, магнитное поле в данной работе было в геометрии фолькта, то есть это мантикуляр в плоскости образца. Возбуждаем, здесь реальные углы есть, но на самом деле это практически по нормам. То есть там углы, они порядка. Вы через одну линзу, как сказать? У нас там стоит зеркало сферическое. А, зеркало. У него там 70 см, по-моему, стоит. А опорный импульс как-то смещается во времени? Да-да-да, мы можем с помощью механических линий задержки просто менять относительную задержку второго относительно первого и референс относительно третьего пункта. Ну, это вот та схема, которая позволяет именно временное разрешение. Да-да-да. То есть... Хорошо. Ну, у меня чувствительность очень сильно повышается, но там уже потом. Ну, маленький технический вопрос. Референс на сколько должен быть сильнее, чем сам вот этот сигнал? Ну, это сложно оценить, но... Сложно оценить, да? Ну, сигнал в четвертого отношения мы в наших системах никогда не видим ни камеры, ни детектора, ни какими. А референс есть? Да. Да. Ну, тем не менее, вы подбираете оптимально, да? Ну, мы на самом деле больше... Когда мы делим весь входящий фон, условно говоря, свет на вот эти три-две линии задержки, да, то мы выбираем таким образом, чтобы на референс шло малая часть. Потому что ее, на самом деле, достаточно у вас. На референс? Чем больше референс, тем лучше, пока не зашли. Ну, да, но чем больше вы референс отдадите, у вас, тем меньше останется. Нет. Ну, их вам было не мог шумы пока. Я прошу. Иван, извините, если я опоздаю, что вы дальше будете говорить про измерение поляризации, вот, а фото-детерференс как-то, как поляризация? А, ну, на самом деле, то есть, мы меряем, собственно, инференциационный член, да? Это означает, что, если вы хотите померить, например, горизонтальную составляющую вашего сигнала, то референс должен быть. И вот эти вот. Да. Понятно, спасибо. Ну, собственно, мы провели характеризацию образца с помощью различных методов, таких как преморазрешённая фотоинвисценция и спектр. Тестопия отражения. Здесь приведен типичный спектр. Отражение. Видно, что спектр имеет малое неодородное ширение, но он всё равно присутствует. И отражение в виде кликовьера, да? Это подгрузки. А, это подгрузки. Подгрузки. Это… Это… Да. Всё-таки здесь. Так. А кинетика — это сотни-питосекунд, да? Вот это, да. Это вообще наносекундный масштаб. Но у нас там есть ограничения по разрешающей способности встри камеры сейчас. Это… Сейчас, в лучшем случае, это тридцать, по-моему, двадцать-питосекунд. Да? Поэтому быстро, быстро динамику мы могли посмотреть. Ну… Вот видели, такими временами, там, сотни-питосекунд. Ну, да. Например, по крайней мере, за нас, чем сотни-питосекундный. Ну, да. Такое поздание. Ну, да. Зависит от того, куда возбуждать. Но мы резонанс на возбуждание в два. Вот. Ну, что можно увидеть на этом, например, картинке? Что у нас не наблюдаются линии, соответствующие к прионам, потому что то, что вот здесь есть наполнительный пик, это, скорее всего, биекситон, так как он абсолютно деполяризован. То есть по поляризации и простоляризации сигнала идентичны, в то время как икситон имеет только вступление поляризации. И вот как раз для понятия природы вот этого плеча мы провели премеразрешенный эксперимент. Мы видим, что здесь время, оно примерно в два раза короче, чем время, которое мы извлекаем для икситонной, ну, по таким очень простым… При оценке, там, обычное время в биекситонных, оно как раз в два раза короче, чем… То есть мы склонны считать, что это именно здесь биекситон. Но так как мы используем пиксикундные лазерные импульсы, а не фемтосекундные, которые традиционно используются, то мы можем спектрально выделить… То есть вот этот спектр… зеленый – это спектр лазера. Мы можем так настроить лазер, что биекситонный не будет возбуждаться. И просто мы не будем не видеть никаких квадратов биений, связанных с биекситоном. Собственно, на самом деле, если мы поставим лазер именно сюда посередине, мы их видим, но на очень короткое время. А потом мы смещаемся так, чтобы это не было видно. Ну, еще раз покажу здесь типик классический пример. Это реальный результат? Это да. Это вот для этой структуры. Масштабированный, по-моему, в криптуре, да? Ну, здесь это просто фруктированные рисованные выпуждающие импульсы. Их автокорреляционная функция, вот она реально такая и есть. В этом случае наш профиль, он реально показывает именно величину неоднородного уширения. То есть это то, что у вас структура очень качественная? Ну да, мало неоднородного уширения, большое. Длительный? Длительный, да. Обычно, Сергей по практике показывает эксперименты, у них теребной профиль, который охладно ограничен просто... У нас как? Да, да. Система обычно намного более неоднородного уширения. Ну и меняя, сканируя задержку ТЭКТАО 1.2, вы можете получить серию таких профилей, да? И амплитуда этих профилей будет зависеть экспоненциально от задержки ТЭКТАО 1.2. То есть действительно хорошо укладывается на экспонент? Да, да. Но вместо того, чтобы прописывать такие серии временных профилей, мы просто ставим на удвоенную задержку и пишем чисто моноэкспоненциальную крюку. Собственно, дальше будет речь идти именно о таких вот ТЭКТАО. Ну и отсюда мы можем вычислить... Но это все-таки экстрентальные данные получены для этой квартавиемы, да? Да, это все вот... Хорошо. Ну, собственно, что мы видим? В нулевом магнитном поле мы видим, что вот это затухание, оно действительно моноэкспоненциальное. Зеленая кривая здесь, зеленая кривая здесь. Да. Вот мы можем детектировать там около трех порядков, и как раз мы видим отсюда величину... Время конверентности, либо обратная величина скорости фазы реалансации. И она здесь порядка 30 мс. Индексами HM и V мы обозначаем коллизационную геометрию нашего эксперимента. Вот, еще раз, здесь просто схематический инвестиционный образец. Поле, как мы помним, вдоль образца. А если у нас... Мы используем длинные поляризованные импульсы. Если H, H — это значит, что горизонтальный, V — это вертикальный, D и X — это диагональный и круг-неагональный поляризация. Это означает, что у нас и горизонтальный первый, и горизонтальный второй импульс, и детектируем мы горизонтальную составляющую сигналов данного. Да, здесь вертикально все обретено. Без магнитного поля у вас никакой разницы не должно быть. Зеленые крылы... Разница может быть только в случае наличной какой-то анидиотропии, но они, на самом деле, с погрешностью, с точностью, которую мы можем измерить, в позиции квадратных. Ну, там яма такая узенькая, что иксифон вылезает в барьеры, и поэтому они, на самом деле, слабые. Мы наблюдали на уровне некоторых процентов, извините, но не так точно. Однако, когда мы включаем поперечное магнитное поле, мы видим, что сигнал из моего экстоненциального спада превращается в некий вот такой сложный осциллирующий сигнал, синий кривой. В горизонтальной конфигурации и вертикальной. В больших полях мы видим, что сигнал зависит от того, в какой полизационной геометрии вы измеряете. То есть, здесь уже не осталось никаких зонных кондициальных дикей, возникают какие-то осцилляции. И чтобы объяснить эти эффекты, мы рассматриваем, вот Ирина Антонина разработала пятиуровневую модель экситона. Которая… Я лично правильно. Ну, вы для нас все это считаете. Мы с Яной. Хорошо. Да, на самом деле, уже пару лет назад была опубликована работа, в которой были показаны теоретически в зависимости сигналов, в том, 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 в том. Кhasаный, плюс-минус-си означает севарная система плюс-минус-и одного, плюс-минус одиннадцать. И два, так называемых, темных оксид��ных состояний, со стрима и плюс-минус. В тот момент, когда у вас происходит возбуждение системы с импульсом, вы переводите из основного состояния либо си по плюсу, либо си по минусу, плюс и минус единиц. А во время между минусами, то есть за промежуток tau 1-2, у вас происходит прицессия дырки и электроны в герцитоне на вармарских частотах вокруг вектора оминтного опора. Собственно, это оминтный опой включает замешивание светлых, при темных состояний через ОМГЕ и вот такие еще диагонали. Ну и эти промежутки прицессии являются причиной осциллирующего поведения сигналов потомной вареки. Собственно, благодаря этой модели мы можем описать все имеющиеся экспериментальные данные. Красный кривой — это симуляция, а синий — это экспериментальные данные. И вот, например, для шести Тесла здесь используются общие параметры — шефакторы электрона, шефакторы дырки, время Т2, светлых, время с темных и все. Все эти параметры — они едины для всех четырех геометрий. Ну и из-за технического анализа экспериментальных данных мы можем получить некоторые оценки для вот этих, собственно, параметров. То есть мы, во-первых, видим проявление некой гигерентной динамики темных экституционных состояний. Но в самом деле вы можете посмотреть, что в нулевом поле у вас был один наклон, да, а при включении магнитного поля — только малых порядок. Видно, что сигнал затухает намного медленнее. То есть, например, на больших забежках у вас разница в порядок сигнала. При том, что, согласно теории, у вас просто если бы было реально то же самое, то сигнал не должен осциллировать вокруг исходных тревогов, а он должен просто входить в ноль. Потому что у вас переводится в темное состояние. Отсюда мы можем оценить время Т2 для темных экститонов, и оно у нас получается, это очень грубая оценка, но порядка 130 где-то пикосекунд. В то время, когда светлых экститонов у нас 30 пикосекунд. Т2, то есть, темные экститоны только имеют спины, они разбегаются? Нет, здесь это не спины, это оптическая поляризация. А, поляризация, да? У них есть поляризация, которая тоже разбегается. Ну, по аналогии, как светлых, вы можете просто вывести. Хорошо, а почему эта поляризация медленнее разбегается? Вот это экспериментальный факт, ну, в смысле, как минимум. Тима Володимович, это не разбег, это развал. А, это просто... Ну, то есть, у вас, как бы, им уходит просто из ансамбля, а в виду, ходит рассеяние, например, сбивается фаза. Оптическая? Оптическая, это оптическая фаза. Фаза сбивается, да, но... И они выходят из... Сейчас, минуточку. Но магнитное поле все время их так включает и выключает, то есть, они-то посмешны, понесмешны. Они, как бы, все время смешаны. Нет, ну, прицессия такая, что они в какой-то момент... Ну, это иллюзия, что это прицессия, понимаете? То есть, оно какое-то состояние, да, которое вот... То есть, какое-то... Какое-то... Да, родившись... Чистое состояние. Они, как бы, просто становятся, ну, разрешенными частично, да? Чистое состояние. Ну, и все. И не то, что они там полпериода или не того какого-то. После этого время соответствует рассеяние на оптическом фону. То есть, для оптических фону, в зависимости от того... Для... Сенегалия, да? Для светлых оксетонов основной канал, это, видимо, просто радиационные. Так, оно тоже определяет, да. А для темных... А для темных радиационный канал меньше, видимо, да? А... То есть, тогда будет, оно все вместе. То есть, понимаете, вы дальше уже говорите просто об оксетонных состояниях, которые все становятся смешанными. Да. Но у них суммарно это вот... Скорости суммарные становятся, конечно. Да. Да. Ну, это так и получается. То есть, в конце вот, в шести Теслах уже там суммарная. Скорость суммарная. Можно или нет? Конечно. Ну, скорость суммарная. Это время, тем самым Т2 вроде как должно зависеть от магнитного поля или не зависит? Вообще, модели, оно не... Модели мы не закладывали там. Оно за счет другого там зависит, как бы затухание, за счет другого получается. Ну, вот это не очевидно. Казалось бы, что сильное магнитное поле делает светлые и темные оксетоны одинаковые на половину светлыми. Так это мы учитываем. Это мы учитываем за счет процессии. Это же не Т2, это же не сбивка фазы, понимаете? Вы описываете ответ. То есть, как бы, это уже как-то рисит. Уже, как бы, результирующая, вот, например, да, у вашей поля. Видите? Ну, тут сложно сравнить, но видно примерно, что деклон, он, что в больших полях, что в без полях, он примерно одинаковый. Это и говорит о том, что уже как бы результирующая наблюдаемая величина, она будет, наверное, неком таком среднем. Потому что время Т2 для светлых и для темных, оно может быть все равно разным. Вы умножите только при двух кельнах медленно. Вы умножите только при двух кельнах медленно. А если тебе хочется... Ну, там 30. Нет, там время Т2 используется просто единиц к секунду. У вас оптические панели включаются. Хорошо, нет, оптические 70. Нет, у нас есть работа, например, в Индии, в Индии Гальвен. И там, на самом деле, структура была еще, там она как бы не как яма, даже как точки, там еще меньше взаимодействия, тем не менее. Когда Н это ради Бога, 80 галлия, 60, никаких паномов оптических не может быть. Вопрос, наверное, развивается надпу. Во-первых, технически, так сказать, это возможно, понимать температуру. Да, вопрос возможно. Ага. Потому что у нас получается там как бы газ, и в нем большие мощности нельзя использовать. Ну и это было уже на грани, на самом деле. Потому что, если у вас будет, например, в два раза меньше времени, да, хотя бы всего лишь два раза меньше, даже акустическим было, то вы уже не увидите никаких операций. Это не хватит времени. Ваня, на пальцах все-таки, как объяснить, что в магнитном поле одного Тесла, вот этот фотонное эхо видно гораздо больше, чем без магнитного поля, но в реминах там в сотни пикосекунд. 100-150 пикосекунд. Почему? Почему вот здесь сигнал подрос? Да. Вот если вы… За счет того, что частично он в темном состоянии? Да, да, да. То есть если вы начнете… обычно вообще считаются без каких-либо релаксаций, да, но можно вести руками эту релаксацию и вести разные показатели для светлых и темных состояний. И если вы ведете, например, время Т2 для темных состояний в бесконечности, то у вас вообще выйдет после первой осцилляции условно говоря на полку. Да. Ну, на полку, но поскольку магнитное поле дальше крутит, то не на полку, а вот на такие вот, которые провалы будут экспоненциально падать. Все. Это полка. Провал соответствует… При низком поле будет полка, там будет просто полка на определенной картинке, там не осцилляция. А почему второй не будет провала? Это не осцилляция, это, как бы сказать, это не осцилляция, это на самом деле такая вот фиксация. Вот пока у вас частота не перевалит через гамму, вы осцилляции не увидите. Одна, как бы, будет, а дальше нет. И будет полка. А так оно садится на затухание, как бы, которое соответствует темному эксетону. Понятно. То есть, как бы, дух такой вот инфициальный сигнал. На первую, да, это не очевидно. Не очевидно, да. Мы не ожидали тоже, да. То есть, как-то… Вообще не очевидно. Мы с методами об этом всём и думали, что у нас… Ну, этот эффект, сначала мы у него не обращали внимание, то есть, ну, в малых полях там такое, у больших именно то же самое. Но что-то было в единицах двух тестов, мы видим, что реально что-то отличается. Там… Ну, теория объясняет. Как ни странно… Теперь бы понять теорию. Нет, а с теорией всё как-то так получается. Вроде бы, если у тебя есть разное время… Патематически всё получается так. А вот, как бы, почему… На пальцах объясняется… Не, мне кажется, что и так это логично очень. У вас есть какое-то время для светлых эксетонов, да, есть какое-то время для тёмных, которое разрешено чем-то… ещё вот этот переход всё равно разрешён. Ну, и всё, и после этого… Вот, всё получается после этого. Частота… Ну, это как-нибудь, может быть, Рим Анатольевна… Ну, эффективное время… Эффективное время, эффективная частота, конечно, зависит от поля. То есть, всё, что включает в себя вот эти вот эффекты, да, у вас, как бы, получается эффективное время затухания ксетона. А вот это есть от поля. Вопрос вопрос. Как понять полку? Вот, допустим, тёмное время бесконечно. Там два, два затухающих сигнала. Да. Светлые и тёмные. И вот, и они входят туда. Понимаете? Это два времени. Вот там одно светлое, а второе тёмное. Наверное, трудно, что там как-нибудь вас послушать, чтобы вы это не торопитесь и объяснили. Мы смогли это понять вот… Потому что этот эффект, ну, как бы, неочевидный, и хотел бы его понять. Ну, давайте следующую серию. Да. Да. Этого эффекта… Да. Да, да, да. А частота в целях поля зависит как-то хитро и меньше, чем в дельтах столиков не бывает, да? Ну, да, ну, то есть реально дельтах столиков определяют нашу частоту и как видят во всех геометриях. Видно, что она, во-первых, ну, по-разному, да, зависит от геометрии, и я дальше расскажу, да. Да. А там был еще вопрос про 70 кг. Зачем хорошо? Нет, нет. Просто смотреть, там, до 10-ти, до 20-ти. Я думаю, 130, то, чтобы температура и линейный банк. А для этого монетного поля зачем? Зачем? А, нет. Это, чтобы темные по счету, чтобы темные увидеть вообще. А, в смысле, чтобы посмотреть, насколько меняется вот это вот… Да. Ну, чтобы механизм понять. Это уже… Да. Ну, понятно. Да. А откуда Вы оценили дельта ноль? Из каких данных? Да. Я про большие паря еще хочу сказать. В больших парях видно, например, в геометрии х х х х, что контраст, он, вообще говоря, не должен меняться. Но мы видим, что у нас вот меняется соотношение как права к… То есть у Вас должно быть, ну, линейно вот это вот, так сказать, и низ, и вверх. Но мы видим, что у нас как бы затухают эти осцилляции. Это, ну, одна из возможных причин этого есть, наверное, разброс уже полтора в Вашей системе. Ну, электронный G-фактор ожидается, что имеет меньший разброс, поэтому мы же там что-то… Разброс дырочных G-факторов. Мы можем оценить, грубо, порядок… А самому величину G-факторов в ноте… Да, это будет дальше, да, как выказывается. Да. А про контрастовое обменное взаимодействие… Ну, да, она, во-первых, определяет… Ну, слабым, самом деле. Вот в таких полях она уже слабо определяет частоту. Ну, так получается, что… Вот мы видим… По теории, если бы Δ0 было бы равно 0, то вот эти осцилляции, они должны идти строго в 0. То есть когда у Вас перевелось состояние темных, у Вас просто… Вот. А мы видим, что у нас нигде два нуля не проседает, как бы, да, сигнал. Несмотря на то, что мы можем мерить до трех порядков. То есть это действительно измеряемый ненулевой сигнал. Да. Ну… Ну… Личина константа обмена взаимодействия, она, в общем-то, эффективно поднимает все эти кривые в первом приближении. Они сначала просто как бы эффективно поднимают. Ну, мы можем отсюда оценить некую оценку, что Δ0 хотя бы… Казалось бы, у Вас теория все время дает более глубокие провалы. То есть Вы константу сделали Δ0 слишком маленькую. Нет. Ну, здесь какой-то показан более-менее подходящий вариант фита, а вот эта оценка – это когда уже на грани, то есть когда у Вас уже просто начинает меняться, на самом деле, формула. То есть он там, на самом деле, отражается всегда. Вопрос к разработчику теории, кто считал. Вот положение экстремумов, вот тех многочисленных, которые имеются, и глубина, они как-то, так сказать, там вот… Все зависит от всего, от всех параметров, которые вставляются. Или какими параметрами можно регулировать положение, какими-то глубинами? Ну, частота в большей части определяется магнитным полемежефактором электронной дырки, а в геометрии горизонтальной частота будет суммой, в геометрии горизонтальной схеме будет разница. А здесь будет… ДТД – это просто, на самом деле, там… Ну, не просто. Там будет уже смесь и суммарная, и разных частотых ДХД тоже самое. Потом… А Вы говорите про… Глубина провалов. Она регулируется какими? Вот глубина провалов на больших временах… Ну, на больших временах Вы можете ее получить как замызем просто… Джеффактором, да? То есть, у Вас просто получается сумма нескольких осцилляций, вот, вообще-то средняя, да? Либо вот именно константы… Ну, то есть, это как бы все-таки по-разному получается. Глубина провалов в этом… Ну, да. Например, вот здесь… Подгорят по отдельности. Да. Да. Несмотря на то, что они, на самом деле, все более-менее связаны, мы можем как-то разделить эти вклады. Но у нас счет того, как правильно разделить вот на последние вещи, чтобы вы занимались. Вопрос может быть такое. Вот у Вас написано, что энергия между темным и светлым к сетонам, она равна дельта-ноль, которая не только как подменное взаимодействие электронной гюнки. Да. А на самом деле, как уровень, который светлый, он еще смещен из-за взаимодействия со светом. Там еще есть такая… Какая-то полиолетонная? Вот этот полиолетонный эффект. А у нас тонкая квантовая яма. Тонкая квантовая яма там… Ну, конечно, маленькая. Но здесь… Как? Он порядка десяти миллионов будет, нет? Нет. Меньше. Ну, вот Фенинен расчет показывает, что там вообще. Кровь. Для сто нанометровых квантовая яма это тридцать пять микроэлитронвольт. Ну, где… А здесь сколько нанометров? Два нанометра? Там два-три там… Ну да. Пятьдесят раз меньше. То есть меньше микроэлитронвольт. Ну, если… Это линейка. Это линейка. Сомнение Артура в том, что, так сказать, применимо… Это линейка. Это линейка. Это линейка. Там линейка. Там линейка. В этом масштабе. Помогли. Да. Там… Там строят правила другие вообще просто. В балке. Ну, по-другому. Там другие. Там по-другому. Нет. Я не могу сосчитать, честно, просто. Эту цифру получить без проблем. Вот прямо для этой памяти. Просто, быть может, вам получится отдельно разделить, как бы, вот это дельта с ноликом, который участвует в магнитном процессе? В этой яме нет. И расщепление между темным и светом – это две разные вещи. В этой яме нет. Нет. Слишком маленькое. Слишком маленькое всё. Оно даже вот сейчас… Вот это десять – это просто оценка. Да. Порядок – это порядок просто величины. А может быть, двадцать. Ну, как бы. У нас следующий толстый квантовая яма. Семьдесят четвёртый. И мы можем там смотреть. Хорошо. Вот, да. Ну, на следующий… Так, да. Собственно, с помощью вот этой методики мы можем изучать прогерентную динамику тёмных состояний, тёмных ксигулок, которые нам показывают их время фактической позировки Т2 порядка 130 пиксигулок. Сканируя величину приложенного магнитного поля, мы видим, что для геометрии Ха-Фа, так смешно называется у нас, частота примерно линейная зависит и растёт в поле, да? А в геометрии вертикальной у нас частота практически не зависит от поля. И как я говорил… То есть в одном это сумма расщеплений, то есть сумма как во втором определяется, да? А во втором… То есть они почти одинаковы, да? По величине? Да. Обычно… Разница… Ну, точнее, в теории Ирины Анатольевны показывали… Обычно принималось, что G-фактор в геометрии там мало по сравнению с G-фактором, из этих инструментальных данных мы можем просто получить зависимые формы от качества электронных для дырки только в этом диапазоне 2-ти, примерно до 6-ти. У нас… Да, вот ты бы это рассказал. Теперь… Вообще, обычно для получения информации о склинной динамике используются… такой эксперимент как ПАУМПРОБ-керовское вращение. И наша установка позволяет просто перевести один импульс из линейного циркулярного реализованного, сделать поставить модулятор, и детектировать уже ПАУМПРОБ-керовское вращение второго импульса, без следопорного сучка. И мы смогли померить этот сигнал в той же точке, в тех же условиях, в том же просе. Ну, и прописали в зависимости от порядка 6 лет. На любом поле видно, что генетика сигнала Керлского вращения ограничена временем в жизни эксидона. Отсюда можно спекулировать, что видим ли мы два времени, некая короткая, в порядке 15 пикосекунд, 60 пикосекунд, либо что-то просто сременное. Если… Ну, 15 пикосекунд – это хорошее время эксидона. 15 пикосекунд очень хорошо бьется с 30 пикосекундами и два. Да, с жаром. Хорошее время. Динамику на штабах 150 пикосекунд. Которая все равно определяется. Дырочная. Диапазан может быть разный. Да-да, непонятно. В фотонном эхе вы видите кругу поля, а здесь населенность. И у вас там те три порядка соответствуют шести порядкам. Возможно, нет. И вы видите только два порядка начала. Возможно, да. То есть, ну, я говорю, что экспериментально… Не вытащите их в автобусе. Только у него защитите. Если что-то не делать, не хитрить, вы не сможете получить информацию о дырешном препарате. А в экспериментах на ходовом эхо мы видим. Ну, вот на других системах, я помню в статье Ирины Анатольевны, где прекрасно дырочные эти биения… Они долго жить должны очень. Долго жить должны. Нет, они это долго должны. Но по амплитуде они сопоставимы просто с этим зеномом. Вот смотрите, здесь амплитуда. Вот она же не моноэкспоненциальная затуховная, правда? Вот там в начале вот это первое биение какое-то, это скорее всего дырка, да. Но вы её оттуда получите и исключёте как-то, нет? Ну, хорошо. А если… Может они видят обе? Одинаковый же фактор, вот одинаковая асцелляция. В сумме дают, ну, двойный, двойный сигнал, ничего. Дальний же фактор должен быть двойный. А он мне как вам дали получите. Нет, это сумма сигналов, сумма сигналов. А, сумма сигналов с одинаковой асцелляцией. Да, да, да. Не вытащите оттуда. Понимаете, электронный, да, электронный живёт дольше, и частота линейная вот эта, частота электронная. И это типично, на самом деле в кировском сигнале действительно типично обычно виден, как бы там вот математика так устроена, что обычно виден электронный сигнал. Ну, не математика, конечно, а физика, да? То, что дырка живёт короче. Дырку редко видно. Ну, вот Ваня тоже сказал. Короче-короче, но 150 пикосекун. Для того, чтобы дырку увидеть, нужно, чтобы это был трионный как бы сигнал, дырка резидентная там сидела и жила. Нет, ну, Ваня, потом и дырки это видно. У Ваня, да. Сумма и разность, понимаете? Сумма и разность частот, в этом разница. Сигнал с суммарной частотой, то есть разностной, вот это предполагается. Этот разностный сигнал живёт 150 пикосекунд. Значит, дырка живёт долго. Ответ простой. Иван Владимирович, всё-таки есть путаница. Что видится в Патоном-мархии, что видится в Пампроме? В Патоном-мархии видны когенентные токосознания, которые мы дожили, вот мы их видим. В Пампроме вы всё что угодно видите. Вы родили там десять резервуаров, в которых там дырки умерли или не умерли, и всё. Если бы были резидентные носители, они бы вообще там флаксировали, и вы бы увидели сигнал? Да, только резидентные, может быть, да, если бы их много было. А вот в Патоном-мархии мы как раз ограничены временем, да, вот ТТ-бак, но мы видим сигнал только от тех числений, которые мы избудили. То есть... То есть... если кто-то там трелаксировал или рассеялся, они просто выходят, как ты их завяжешь, словно говоря, и не формируют сигнал. Поэтому... А в кире всё видно? В кире спин виден, а не оптический? Да. А не оптический? Да, да. Спин виден. Да. То есть кто-то может сказать, что, в общем-то, зачем делать такую сложную установку и мерить то же самое, что можно померить по опробам, да? Но вот на самом деле не так. То есть мы видим, что здесь надо... Нет. Но это важная мысль, что в фотонной мягке видно именно оптическая конкретность. А спиновая... Спиновая может жить дольше. Вот, скажем, у вас здесь спинвая до 400 пикосекунд в виду, а там только 150 пикосекунд рассматривается. Ну, ладно. Ну, хорошо. Ну, собственно, здесь в основном сигнал именно определяется вот этим... Спиновая пикосекунд? Да. 60 пикосекунд. Ну, то есть это, скорее всего, куда-то срелаксировали, да? Дырки срелаксировали, а остались только электроны. Только электроны помнят. Когда мы увидели эти 60 пикосекунд, мы сразу и решили провести ТРП, допустим, померить фотоминиценцию со стариками. И мы ожидали увидеть, что там хоть есть... Состояние. Да. Сокризованное состояние. Но мы видим, что это время там еще короче, чем то, что мы видим. Поэтому у нас, как бы, есть некий вопрос. Что я там короче? Да. Ну, может, это все что-то. Да. Ну, простите, я маленьких недалей сделаю. Хотя температура у вас 1,5 кельена, да? Это, если мы поделим на 10, это приблизительно 15 микроэлитон вольт. По порядку величины. Это КТ. На 120 микроэлитон вольт на на 11,6 кельена. Ну, полная елитон вольт, ватарак�� 30 микроэлитон вольт. Вопрос, конечно, времени перескопа, он будет достаточно медленный, но тем не менее, вот КТ много больше, чем это Дельта-В. Ну, вот Т2, которая там есть, скорее всего, определяется вот чем-то процессом. Каким-то таким. Ну, вот они, вот они там, эти там 30, там, и 130 текущих. Да. Вот надо иметь в виду, что для этой пары темный свет у вас все-таки температура высокая. Нет, мы не говорим, что это, оно может быть и меньше, просто говорим о том, в верхнем пределе, что он не больше к нашей системе. Так, ну вот, элекционный шеф-фактор получился, 45. Про дырочный шеф-фактор ничего сказать не можете. Мы можем сказать, что он линейно зависит, как я говорю. Это нормально. Филипп тоже видел, что не линейно зависит дырочный шеф-фактор от магнитного поля. И более того, очень старые 90-х, которые стоят Ричарда Харли, где они специально изучали поведение дырочного шеф-фактора в магнитном поле. Продольным вообще сильно они линейно бывают. Это поперечное, тут еще поменьше. А он в продольном? Они имели в продольном, но это неважно. Дырочный шеф-фактор, вообще говоря, в магнитное поле смех от легкой тепловы. Поэтому, значит, вот там дырочный шеф-фактор ведет себя не менее. Ну, Ирина Анатольевна много больше меня знает. Есть там какой-то еще коэффициент, который… Ну, хватает, да. Да. Ну и что нужно вынести отсюда? Что такой комплексный спинозависимый афатонный эхо позволяет нам пронаблюдать как оптическую, так и спиновую динамику легких, роксика. Ну, и все. Установка была создана, получено первое экспериментальное подтверждение в этой теории для проведения потомных апекситонов в магнитном поле. И теория была до… Мы должны работать с включением вот этих разных времен ТЦФА, проведены некие оценки для времени темных сетев афекситонов, и также получен верхний предел для консантрия муниоргии. Ну и все. Спасибо. Спасибо. Ну, первый пункт можно уже… Это первый результат, который мы находим. Полный. Полный первый результат. По-моему, Ваня уже рассказывал на нашем семинаре. Я рассказывал про… А, второе. Нет. Это именно здешнее установление. То есть это здесь Солнце создало… Установка создана уже два года назад, как это было. Но замечательно. Так мы эксперимент делали… Долго. Потом еще теорию строили. Долго. Да, все работы стали одним… Долго. Долго. Да. Все работы стали небыстрые. Ну, потому что я вот… А когда это было быстро на самом деле? Ну, 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 ну. В прошлом году и позапрошлом году было быстро, потому что опубликовано по 48 статей за год. А в этом году… Скопились предыдущие какие-то… А в этом году… Ну, как скопились… Наработки. Попробуй.